На улице Комсомольской, где буквально накануне женщина получила черепно-мозговую травму из-за упавшей с крыши снежной глыбы, словно и не было никакого несчастного случая. Над головами прохожих продолжает нависать ледяная угроза. Сигнальные ленты, которые предостерегают пешеходов об опасности, служат лишь для очистки совести управляющих компаний. Если не по тротуару, то идти приходится по проезжей части, что тоже небезопасно. Страшно, страшно. Ну, что делать? На свой страх и резко выходят? Ну, конечно. Это кому-то везет, а кому-то нет. Вот если бы раньше вышел, раньше, и все бы прибил, как собаку, сосульку просто бяхнулся и все. И все. Конец жизни. Этот дом обслуживает управляющая компания «Альтернатива», куда мы и отправились за комментариями. Не надо меня снимать. Выйдите, пожалуйста. Блин, вот что? А можно с кем все? Я не даю комментарии. Ну, а какой-то ответственный есть же у вас, наверное. У нас все на территории, все на крыше. Вообще все? Все, абсолютно все. Ну, а кто этими всеми руководит? Девушка, вы должны нас предупредить, что вы приходите. Многие жители решили не испытывать судьбу, а сбивают сосульки с крыши своего дома самостоятельно. До чужих крыш не добрались. Беру вот такое вот это вот и вот так вот аккуратненько это упадет, не упадет, где Бога. А у нас вот так вот, учитывая, что вообще тут черт ногу сломит. Мэрия Самары дала всем управляющим компаниям время на очистку крыш до 16 января. По невыполненным работам администрация обещает направить представление в прокуратуру города. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.